В администрации города Чебоксары состоялась очередная прямая линия, где жители столицы республики задавали волнующие их вопросы касательно предпринимательства. В ходе открытого диалога с населением были затронуты вопросы о нарушении прав торговли, схем размещения нестационарных торговых объектов и о предоставлении земельных участков для строительства магазинов продовольственных товаров. Вдобавок были и вопросы касательно финансовой поддержки малому и среднему бизнесу на муниципальном, республиканском и федеральном уровнях. Также жители интересовались, как правильно составить бизнес-планы и выбрать режим налогообложения, чтобы открыть свое дело. Тут существует несколько вариантов, конечно. Для себя каждый выбирает сам, что ему больше подходит. У нас есть и патентная система налогообложения, также ваша деятельность, если это бытовые услуги для физических лиц вы будете оказывать, то вы можете применять и НВД, единый налог на вмененный доход, либо упрощенный режим налогообложения. То есть вам нужно для себя определить, потому что по каждой конкретной ситуации и сумма налога будет. А вот меня именно интересует, налог или применение ставки 0%? Применение ставки 0% возможно при УСН, но там есть определенный перечень. Это производственная деятельность, это социальная деятельность, и в общем-то там еще должны быть ограничения по размеру полученного дохода и по количеству работников привлеченных. По мнению некоторых горожан, количество киосков по продаже шаурмы и шашлыка растет, как грибы после дождя. Поэтому, по словам начальника управления торговли администрации города Фасихи Солдатовой, со следующей недели планируется инвентаризация киосков и павильонов на территории столицы. Я думаю, там определиться уже, на каком основании, на основании каких документов они могли установить эти киоски и павильоны и организовать свою деятельность. Мы постараемся комиссионно взять также сотрудников распотребнадзора и также сотрудников там горком имущества и сотрудников земельного управления для того, чтобы уже зафиксировать факты их деятельности и их законное основание для того, чтобы там организовать деятельность. Поэтому это будет все проверено и будут приняты уже меры по соответствующему законодательству. На каждый вопрос был получен свой ответ. Такие совещания будут продолжаться и впредь. Прямая линия позволяет администрации города услышать то, что в первую очередь волнует население и в каком направлении следует двигаться дальше. Инна Гаврилова, Эдуард Остеров, Жизнь столицы.